В рамках акции «Живая книга памяти» в преддверии годовщины 70-летия со дня Победы мы расскажем вам о судьбе еще одного ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Шевцова. Все помню. Ведь моя память, как говорят, это моя совесть. Она как сила мне нужна. Я родился на Украине. Село Снегиревка Николаевской области. Ну вот так как и славец на Кубани, когда-то была станица, потом получила статус города. И Снегиревка в настоящее время город Снегиревка Николаевской области на Украине. 12 сентября 1923 года. В 7 лет, как обычно, дети 7-летние шли в школу. И в 30-м году я поступил в 7-летку этой школы. 38-39 год. Это были годы, когда наша Красная Армия и военно-морской флот, и авиация очень нуждались в молодом пополнении. При том пополнение требовалось более грамотных, окончивших, ну, хотя бы полную, не полно среднюю школу, 7 классов, а лучше, если и среднюю школу. И вот призыв был молодежь в Красную Армию, в военно-морской флот и в авиацию. Я пришел в реку Комсомола, чего-то такое желание было ни в одного, во многих меня, таких, как я. И мне не отказали. Собрал я документы, сдал в военкомат. Военкомат направил, это Одесский военный округ в Одессу. И в мае 39-го года мне дали добро. Я стал курсантом Одесской школы младших командиров, связистов, разведчиков для артиллерии. 22 июня построили нашу школу 107 курсантов. Выстроились наши преподаватели, тогда не офицеры были, тогда просто называли командирами, лейтенанты, младшие лейтенанты, старшие лейтенанты. Вот у нас главный наш непосредственно преподаватель был старший лейтенант Халаимов Григорий Григорьевич, уроженец сам из Крыма, из города Феодосии. И нам объявили о том, что 22 июня началось Великое Отечество. Отечество Германии нарушило все наши правительственные договора, правительственные соглашения. И без объявления нарушена была западная граница. Это Минский военный округ, это Киевский военный округ, это Одесский военный округ. И дальше до самого Белого моря, до Ленинграда. Вот так в свои 17 полных лет я был за Ростовом в Батайске 12 сентября. Из Батайска нас перевезли и нас, и добавили еще команды, и перевезли в Грузию. Два вот таких населенных пункта в Азиане и Овчалой. Есть и сейчас именуются эти названия, где находятся лагеря, военные лагеря в Грузии. В Овчалах это стрелковые подразделения части были, а в Азиане артиллерия. И вот нас зачислили в артиллерийский 76-й запасной артиллерийский полк. Вот там мы непосредственно два, даже три месяца это проходили практическо. Стояли пушки, ну не для стрельбы. Мы заряжали, разряжали, подносили снаряды. А мы, связисты-разведчики, разматывали провод с катушкой за плечами и пошел вперед. Две-три катушки соединялись по телефонной связи, соединялись по радиостанциям. Нас готовили к маршевым ротам, которые отправятся на фронт. 2 мая 1945 года, после штурма всех частей соединений бригад дивизии корпусов, 30-го водрузили знамя на Рейхстагом. Два сержанта Кантария и Егоров из 150-й и Дритской стрелковой дивизии 79-го корпуса 1-го Белорусского фронта. На Брендербургских воротах водрузили знамя солдаты. 416-й азербайджанской дивизии, которая тоже освобождала Кубань. И 295-я стрелковая дивизия, которая непосредственно освобождала наш Славянск на Кубани и получила за освобождение Херсона наименование Херсонской, трижды Краснознаменная. Ордена Ленина, Красного Знамени и Сувора. А 301-я водрузили знамя над имперской канцелярией и непосредственно нашли бункер Гитлера. И вот этот командир 2-го батальона 1050-го полка 301-й сталинской стрелковой дивизии, Майор Шаповалов Федор Кузьмич со своими солдатами и брал бункер Гитлера. И в бункере Гитлера были взяты оперативные карты на столе Гитлера. Был взят штандарт Адольф Гитлер. Были взяты карты, те, которые непосредственно руководствовались, те немецкие офицеры. Вот такая память осталась о нашей героической стрелковой 301-й сталинской дивизии. Утром дневальные самые первые, которые дежурили, несли караульную службу, несли внутреннюю службу, узнали о том, что... Мы знали о том, что проходит встреча, потому что в Харсфорсе комендатура наша советская. И вот это здание, где подписывался акт обезговорочной капитуляции, это непосредственно в расположении нашего. И наш командир дивизии, генерал-майор, герой Советского Союза, Антон Владимир Семенович, и был начальником караульной службы в этот день. Вот так мы самые первые узнали о том, что подписанный акт обезговорочной капитуляции и объявлен на 9-й день победы. Субтитры сделал DimaTorzok